На выходные художники устроили акварельный пленэр на берегу Днестра. Собрались в память о друге и коллеге Игоре Масичуке. Сегодня возле дамбы собрались художники, писали акварелью. Начали писать в 10 часов утра, потому что акварель очень быстро сохнет. Это идеальное время, чтобы начать рисовать пейзаж. Художники удобно расположились на берегу Днестра. Кто-то уселся прямо на траву, не смутили даже муравьи и жучки. Дабы хоть немного скрыться от яркого солнца, на ветки накинули кусок ткани. Рисуют пейзаж, пишут его акварелью. Некоторые из мастеров не применяли технику мокрой акварели 20 лет. Стать на один день акварелистами решили в память об Игоре Масичуке. Игорь Петрович ушел из жизни мая этого года. Сергей Панов – его друг. Дружба между художниками зародилась еще в 90-е годы. Приезжал к нему домой, останавливался у него в мастерской, видел, как он работал. Мы вместе работали. У нас даже были живописные вечера. И он тогда писал и маслом писал, и акварелью. Он может и тем в разных техниках работать. Кроме того, что он скульптор великолепный, кстати. Работы Игоря Масичука разбрелись по всему миру. Греция, Германия, США. А сам он работал в рыбницком филиале ПГУ. Преподавал рисунок, композицию, скульптуру. На планере художники вспоминали, каким Игорь Масичук был учителем. То, как нужно подходить к работе, как нужно вести работу, насколько отдача должна быть у художника, вот это он старался передать всем своим ученикам. Это Антонина. Акварелью пишет нечасто, предпочитает масло и гуашь. Говорит, что рисовать акварелью лучше Игоря Масичука в Приднестровье пока никто не смог. Акварель очень капризная, быстро сохнет. Поэтому писать ею на улице плюс 27 вдвойне сложней. К тому же современная бумага редко выдерживает акварельные техники. Бумага специальная какая? Ну, это еще с советских времен. Не знаю этой бумаги, я вам скажу, наверное, может быть лет 40. Два часа дня художники заканчивают рисовать пейзажи. Кто-то даже успел загореть на солнце и получить свою порцию витамина D. Сегодняшние картины сохранят в себе память об учителе и друге. Владлена Донковцева, Владимир Погоня, ТСВ. Владимир Погоня, ТСВ.